Трехсторонний договор между Брестским областным исполнительным комитетом и областными объединениями профсоюзов и нанимателей – очередной шаг к укреплению сотрудничества. Встреча по обсуждению документа проходит раз в три года на протяжении многих лет. При этом, учитывая опыт предыдущих встреч, в договор вносятся поправки в соответствии с реалиями времени. Вот и на нынешней встрече участники обсудили ряд нововведений, которые предусматривают собой договор, а также соблюдение обязанностей, которые берут на себя стороны. Та работа, которая сегодня проводится и профсоюзами, и союзом нанимателей, она для многих может быть незаметна, а для меня, как руководителя, который объединяет все направления, это одно без другого быть не может. Вроде бы сегодня с правой стороны профсоюзы, наниматели, те, которые дают работу, те, которые часть гарантируют, а я гарантировать должен, в общем-то, все. И согласно законодательству и того, что сегодня страна в целом обеспечивает нашим труженикам, оно должно быть обусловлено теми позициями, которые отчасти наши сегодня профсоюзные организации, и отраслевые в конечном итоге по подразделениям, по направлениям. Количество сегодня, так сказать, профсоюзных организаций за этот год почти увеличилось на 240 ячеек ваших, которые, опять-таки, может быть, не в легкую минуту для страны, а в первую очередь это пандемия была в то время, когда мы тут все совместно понимали и обеспечивали вот этот минимум социальных и, опять-таки, понимание вопроса. Каждый брал на себя ответственность сегодня, когда профсоюзы сегодня рассматривают это на федерации профсоюза, когда вносятся предложения очередные, и когда сегодня наниматели, опять-таки, так сказать, тому члену его коллектива гарантируют по кол-договору определенные моменты, это, в основном, конечно, это не ухудшит наша задача, да, в принципе, только улучшится. Мы, как профсоюзы, заинтересованы, чтобы были предусмотрены определенные гарантии, как всем работникам, так и определенным категориям, поэтому такие категории предусмотрены и для беременных женщин, и для одиноких работников, которые до пяти лет выхода на пенсию, также для других категорий, особенно для добросовестных работников, которые длительное период времени работают на предприятиях, предусматривается возможность перейти на бессрочный трудовой договор с сохранением тех же условий, что были и по контракту. Поэтому мы будем вести социальный диалог с нашими партнерами по улучшению тех условий, которые прописаны и не являются минимальными, именно если предприятия имеют возможность улучшить какие-то условия гарантии, мы всегда будем это приветствовать. Задача всех сторон, обсуждающих договор, заключается лишь в том, чтобы в итоге статус и условия труда рабочих оставались на высоком уровне. Документ о социальном партнерстве направлен на регулирование трудовых отношений, содействие занятости, сохранение социальной стабильности в регионе и дает право работникам отстаивать свои интересы в любой сфере деятельности, будь то он аграрий, станочник или бизнесмен. Если зайти на сайт, например, и посмотреть это соглашение, то можно увидеть, по сравнению с трудовым кодексом, ряд расширений, где мы берем на себя повышенные обязательства касаться трудовых условий и обеспечения людей лучшими условиями труда. Это все поддерживается действительно, и это является основанием, например, при трудовых спорах, мы участвуем постоянно в комиссии по трудовым спорам, опираться и на это соглашение, где условия более мягкие и улучшены по сравнению, например, с традиционными нормативными актами. Я доволен предыдущим периодом, то, что мы проделали со всех сторон. Я за те, так сказать, новшества, которые сегодня объективно проходят время и то, что они могут появляться и требуют это определенные условия, в том числе тоже за согласие их, так сказать, завизировать. Таким образом, подписывая договор, обл.исполком и областные объединения профсоюзов и нанимателей дают понять, что они и дальше продолжат работать в направлении укрепления взаимоотношений и расширять права работников, давая им больше возможностей бороться за свои права. Жмем руки? Да. Все, спасибо. Александр Богданович, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания Бук-ТВ.